Наши вам кубическое здрасте! Меня зовут Алексей Зуйков, вы смотрите видеоблог 2 в Кубе. Не знаю, как для вас, но лично для меня самым интересным моментом в подавляющем большинстве разнообразных ролевых игр является создание персонажа. Вот именно придумывание и составление характеристик, свойств, навыков, прописывание истории этого героя, как он здесь оказался и что ему предстоит сделать. Видимо, я не один такой, ведь сегодня у меня на столе роллплеер. Это настольная игра, посвященная исключительно созданию ролевого персонажа. Благо, создавать в роллплеер действительно есть кого. У нас здесь выбор из шести фэнтезийных рас, которые вам хорошо знакомы. Люди-эльфы, дварфы, полурослики. С другой стороны планшетов есть девочки, для тех, кто любит погорячее, смотрите, какая дварфийская женщина. Ух! Больше они ничем не отличаются, только ваши предпочтения играют роль. Здесь у нас стопочка классов, они двусторонние, их получается 12 штук. И большая-большая стопка предысторий. Что же с вашим персонажем случилось, почему на него это так повлияло? А также здесь есть карточки мировоззрений вашего персонажа, которые тоже будут влиять на его роль. Представляя вашему вниманию орка, давайте придумаем ему имя. Назовем его, например, Гришей. Будет орк Гриша. По-моему, подходящее очень имя для орка. Гриша. По бэксторе наш Гриша был обвинен в ужасном кровавом преступлении. Когда-то далеко в юности, когда он был еще совсем зеленым маленьким орчиком. Обвинили его по ошибке, свою вину признали. Но, тем не менее, он пострадал долгие годы на рабских каторгах-рутниках. Из-за этой несправедливости наш Гриша заработал себе серьезный невроз. И заделался в монахи. Вот такая вот предыстория нашего персонажа у меня сложилась из тех карточек, которые мне вышли. И самое время сгенерить его стартовые параметры. Я разложил здесь на столе ситуацию, как будто она на четырех игроков. Поэтому достаю восемь кубиков. Два, три, восемь. Все кубики, которые я достал, я кидаю и раскладываю их. Ого-го! Ничего себе у нас Гришке повезло, смотрите. С удачей у нашего орка явно все в порядке. Значения выпали очень большие. И в идеале мне бы кубики разместить так, чтобы цвета совпадали с картой нашей предыстории. Поэтому синий кубик на первом месте в силе сразу же закидываю. Красный кубик должен быть вот здесь. Зеленый кубик должен быть вот здесь. Но перед ними должно лежать еще что-то. Давайте думать, как позадорнее изгенериться. Пока я раскидал это, как видите, просто чтобы это совпадало с карточкой нашего бэкстории. Но нужно будет занять еще и места перед этими кубиками чем-то. Поэтому отчет придется явно отказаться. Можно глянуть сразу вот сюда. Это по сути наши цели. На данную генерешку персонажа какие цифры где должны получиться. 18 плюс даст нам 3 очка. Синенькая троечка, конечно, может быть и маловато. Все-таки у нас здесь, несмотря на то, что и есть плюс 2, от нее можно отказаться. Но важно еще понимать, что способностями наших характеристик можно будет пользоваться в процессе игры. Поэтому забивать сразу третий ряд и терять таким образом возможность может быть не очень умным решением. Поэтому я, скорее всего, добью виздом и харизму вот сюда. Таким образом выполню два нижних требования. Еще один важный момент, что за каждый заполненный ряд я получу дополнительные две монетки. Например, я решаю все-таки отказаться от харизмы. Все эти скидочки на минус 1, конечно, заманчиво, но это самое бесполезное свойство, на мой взгляд. Пять монет, кстати, должно быть у меня в начале игры. И еще две я получу, потому что харизму решил закрыть. Оставшиеся три кубика, здесь была тройка, не обманывай меня. Оставшиеся три кубика я раскидаю, как мне заблагорассудится. Например, у меня есть минус второй интеллект, в который можно вкинуть ненужный кубик. Сила синяя там пока лучше не занимать. И, например, вот как-нибудь вот так я это сделаю. Декса надо меньше, чем конституции. Давайте вот так это расположим. Стартовая предварительная генерешка закончилась. У меня пока получился орг с параметром 0 силы. Три ловкости, шесть телосложения, три минус два, один интеллекта, двенадцать мудрости и прям шестнадцать харизмы. Большой такой харизматичный дядька-орк, невротичный монах. И мы начинаем уже игру. Пять кубиков я достаю, потому что пять клеток передо мной лежит. И кидаю их все. Раз, два, три, четыре, пять. С детства с рифмой я дружу. Две единички в любом порядке, в котором я хочу, выкладываю. А дальше по возрастанию шестерки тоже, как хочу, могу переместить. Например, я первый игрок. Я считаю, что зеленый кубик мне уже не нужен, поэтому пусть он лежит подальше. Черный даст монетку, это выгодно. Синий и красный тоже можно поменять каким-то образом местами, так как мне больше понравится. Теперь начинается сама игра, процесс которой проходит очень и очень просто. Каждый ход игрок выбирает одну из выложенных комбинаций. Карточку и кубик, лежащий на ней. Эта карточка также обозначает число инициативы, то есть задает порядок хода игроков, начиная от первой и до четвертой. Например, Гришо решает ходить первым и взять себе синюю единичку вместе с карточкой первого игрока. Если игрок берет карточку с монеткой, естественно, монетка также достается ему. Допустим, вот как-нибудь вот так карточки тоже разобрали. И взяв кубик, игрок сразу же размещает его в любой клетке, в которой хочет по своему выбору. А после этого игрок может применить свойства того атрибута, в который он положил этот кубик. Например, свойство силы позволяет перевернуть любой кубик на противоположную грань. И Гриш такой берет оп! И превращает единичку силы себе в шестерку. Во славу Горка и Морка у него уже восемь силы, и Гриша очень рад, потому что он явно идет к своей цели на 18 плюс стрейнг. Свойство ловкости позволяет вам махнуть два любых кубика местами. Свойство конституции позволяет повысить или понизить значение на одном кубике на единичку. Это важно, например, когда харизма должна быть вот здесь 14-15, а у меня, например, было бы здесь еще одна шестерка. Это было бы больше, чем нужно монаху, и я бы очков не получил. Тогда, может быть, иногда даже выгоднее понизить. Интеллект позволяет вам взять любой кубик и перебросить его. При этом, если вам не понравится то значение, на которое вы перебросили, можно сохранить то, которое было раньше. Такой вот интеллектуальный бросок. Действие мудрости позволяет вам переместить вашу фишечку по карте мировоззрения. Как видите, здесь тоже нужно к концу партии находиться в определенном месте, чтобы получить победные очки или чтобы их не потерять. Если он будет у нас слишком хорошим или хаотичным, наш Гриша потеряет победных очков, а чтобы заполучить три, ему нужно быть добропорядочным злым. И, наконец, харизма дает скидочку на одну золотую монетку, которую можно будет потом потратить на рынке, что для меня пока кажется самым бесполезным. Фаза рынка отыгрывается в порядке инициативы. То есть первый игрок, наш Гриша, ходит первым, потому что у него была карточка один. Как бы тавтологично это не звучало. Он выбирает любую карточку с рынка, которую может себе позволить на имеющиеся у него орочи и монетки. И безумно понравились нашему Грише кожаные сандали. Вот он мечтал всю жизнь, пока сидел в рабстве в своих рудниках, о таких прикольных кожаных сандальках. И, наконец-то, теперь за три монетки приобретает себе их, с радостью втыкает прям в армор. Дают они победные очки за что? Во-первых, это часть кожаного сета. То есть если он соберет, в зависимости от того, сколько предметов кожаной брони он соберет, столько очков получит. И плюс одно победное очко, если это подходит ему по классу. Если его класс фиолетовый или черный. Вот он, фиолетовый монах, будет щеголять в кожаном доспехе, если мне удастся его собрать. Давайте поглядим на рынке, что еще есть, пока не разобрали наши виртуальные игроки. Благословенная палец со стоимостью 2. Это оружие. Оружие игроку можно снарядить столько, сколько рук у него есть. То есть вот палец одноручный, можно либо двуручь снарядить, либо ее с другим одноручным. Все просто, как в любых RPG. Что здесь написано, то происходит. Когда любой игрок сбрасывает карту с рынка, ты получаешь один золотой. Это, кстати, еще одна опция. Если вам не хватает денег, или если вам ничего не нравится на рынке, вы можете сбросить карточку и получить за это 2 золотых. Если у вас есть палец, получить еще один золотой. А у монаха есть клевое свойство. После того, как карта с рынка сбрасывается, вы можете использовать один из своих атрибут экшенов, как будто положили только что туда кубик, что тоже бывает очень полезно. Карты навыков раскладываются вот сюда, в отдельную стопочку, и позволяют их использовать, но только в том случае, если можно пройтись по стрелочке, указанной вот здесь на карточке. То есть если можно вот сюда еще сходить, то можно использовать Cure Wounds, исцелить раны. Увеличьте значение кубика цвета вашего класса на единичку. Тоже довольно неплохо. И, наконец, карты черт. Трейтс. Они складываются вот сюда вниз и дают какие-то дополнительные способы получения победных очков. Три звезды за каждую колонку ваших параметров персонажа с четырьмя или больше кубами одного и того же цвета. То есть если вот в ряду четыре или больше кубика одного цвета, это дает вам три очка. Но если вы берете черту Honest, честный, вы сразу же делаете так оп и в сторону хорошего мировоззрения, что нашему Грише тоже как бы не вкатывает. Допустим, что наши игроки расхватали шлемак, палец утащили, и кто-то там еще решил быть честным. Вернули, естественно, свои карточки, которые они кровью и потом вырвали у других игроков. И мы приступаем к фазе клинап. То есть очистка. Здесь каждый игрок сбрасывает все свои неиспользованные жетоны скидки, разворачивает один скилл, который он ранее приобрел. Неиспользованный кубичек возвращается обратно в мешочек. Карта с рынка сбрасывается, и рынок пополняется новыми карточками, которые, ух ты, какие красота! Смотрите-ка, нам понаприходило. Также новые монетки раскладываются туда, где это обозначено. Затем следующий игрок, сидящий слева, точно так же берет пять кубов. Раз, два, три, четыре. Бросает все пять. Занимает ими по возрастанию места. Шестерка и две пятерки. Выбирает, куда хочет их распределить. Ну, например, вот так. И начинается новый ход, который точно таким же образом повторяет все то, что вы уже видели. В конце игры подсчитали получившиеся параметры, записали их в книжечку, сравнили их с теми звездочками, которые здесь есть, и записали победные очки. Таким образом определили, кто круче всех персонажа сгенерил, кто лучше его вооружил, и какой из героев больше всех готов к приключению. Совершенно удивительная, казалось бы, штука. Авторы взяли просто такой подготовительный этап любой ролевой игры и сделали из него полноценную настолку, в которую интересно, весело, задорно играть. Особенно, если среди вас есть ролевые игроки, которые будут еще забавно комментировать все происходящее. Я немножко попытался отчасти передать это в повествование о своем орке Грише. Надеюсь, что вам понравилось. Если да, ставьте лайк. В целом же перед нами практически настольная стратегия о планировании, которая просто очень элегантно завернута в такой сеттинг генерешки ролевого персонажа. Здесь вы манипулируете своими кубиками, числами на них и стараетесь соответствовать тем победным условиям, которые каждый раз в каждой партии для вас будут по-разному задаваться. А параметров, влияющих на них, здесь очень и очень много. Это, во-первых, и расы игровые, у каждой из которых есть свои сильные и слабые стороны. Например, вот у орка есть плюс два к силе, минус два к интеллекту. Это и карты классов, которые достаются вам немножко случайно, но, опять же, в правилах есть режим, который позволяет вам выбирать их более осмысленно. Но каждый класс еще и двусторонний. То есть вы выбираете, что больше подходит вам под расу. Это и карты мировоззрения, которых тоже очень много, и они влияют. То есть каждый раз, играя в эту игру, вам, скорее всего, не получится создать одинаковых персонажей. Всякий раз параметры для победы будут разные, рынок тоже будет приходить по-разному. Да и, в конце концов, кубики по-разному бросаются, поэтому не всегда все будет складываться одинаково. Кому-то эта игра может показаться немножко бессмысленной. Ты думаешь, как же, господи, столько творить, создавать этих персонажей, и в итоге никак их не использовать. То есть мы, по сути, составляем такой проект героя для ролевой игры, и это потом никуда не девается. Во-первых, вы действительно можете попробовать использовать сгенерированного вами персонажа в какой-нибудь ролевой игре, например, в том же самом ДНД. А для тех, кто хочет, что называется, все в одном месте, на горизонте маячит еще и дополнение Monsters and Minions, в котором вашим персонажам придется все-таки отправиться на приключения и сразиться с монстрами, что добавит игре дополнительную фазу. Как я уже говорил, генерирование ролевого персонажа это одно из моих самых любимых занятий в ролевых играх, поэтому мне игра очень понравилась, и я ее с большим удовольствием буду продолжать раскладывать время от времени со своими друзьями. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Большой палец вверх. Не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы не пропускать оповещения о новых видео, потому что многие жалуются о том, что они их не получают. А я уже прощаюсь с вами, потому что мне еще очень хочется сгенерить одичавшую самовлюбленную полурослицу, выращенную стаей волков. Все, пока. Не знаете, где купить настольные игры? В магазине Игровед сотни игр на любой вкус. За столом сидели, мужики ели.